А не те, кто прорывает первую линию оборотов. А не те, кто разрывает врагов клочья. Они боги подкупольного мира. Они короли респавна. Они ланшоты. Но они просто дерьмокрафты, о которых у нас сейчас пойдет речь. Если хотите увидеть наглядное посоветование по тому, как лучше не строить свои крафты, то продолжайте проспать. Всем категорически здорово! С вами Трестан и на ваших экранах первый видеовыпуск рубрики по игре робокрафта названием «Вечерний ланшот». Вы просили, и я вернулся. Для тех, кто не в курсе, проясню. В свое время в одном из века пабликов, названном ФСР, в одной мерке, я вел рубрику с соответствующим названием, где показывал наиболее уличное творение игроков робокрафта и естественность среди их обитания. Делалось это с целью демонстрации нещерпаемости фантазии рода человечества. И того, до чем могут додуматься местные игроки. Некоторые постройки изначально, возможно, несли в себе искру оригинальной идеи. Но непревзойденный стил, упорность и искрененное сознание, достигнутое, судя по всему потреблению, психотропных веществ, все же сделали свое дело. Этим недочеловекам удалось создать нечто, что, представляя из себя фонность в творении Доктора Фронтенштейна, скраплением идей Доктора Фарсмарта, заставляет у любого адекватного человека оставаться волосы дыром, даже там, где им в принципе расти не положено. Итак, в этом выпуске мы успеем как поражать, так и рассмотреть основные причины того, почему конкретный крафт подлежит наискалейшему удалению со всех носителей информации. Затирание в нулевой дорожке. Также у нас будет видеоматериал о том, как живется ваншотом в нынешние времена, и мы будем строить теорию о том, как им вообще удалось выехать из ангара. Рассматривать же будем только те крафты, которые встречаются на 25 тысячах рейтингах, ну или на бывшем 10-м тире, ибо на этом же рейтинге игроки уже прошли такой долгий путь, даже то быть весьма опытный, и правда ли, а? К слову, думаю, все уже заметили, что это намутил субтитры. Сделано это за тем, чтобы любой залетный юзер мог понять, что за сорт дичь ямут уже втираю как минуты две. Пусть текст не будет совпадать с оригиналом, все же большую часть информации можно будет получить и с него. Например, я заменил термин рак на нуб, что пусть и не дает нужного контраста, но тем не менее все равно несет нужный нам смысл. Ну или, например, я заменил слово крафт на робот, ибо на ракоформе он употребляется намного чаще. И да, по-английски я это тело звучать не собираю. На вторую парентутеру, которую из акцента нихрена разобрать нельзя, нахрен тут не пьерся. И чтобы попросту не возлагольствовать, я разбором обозьмел спешок свеженького изделия к опростроенной отрасли, которого я сделал 8 марта 2016 года. Но это чтобы вы не думали, что я только старе вам попить и собрался. Вот она, свеженькая, еще шевеляющая лапками и опихивающая мой скальпель в препарацион. Раньше я бы начал брыжать с диной, стучать кулаками по столу, и предлагать лоботомировать создателя своего агрегатинга. Чисто лечебных целях, разумеется. Но теперь, помнив, я просто предложу всему гениальнейшему конструктору агонизировать в этой игре вечно, ибо цен он все же постиг. Некоторые люди, по их мнению, вполне обоснованы. Сейчас могут начать кричать, прыгать, кидаться бананами, и говорить, что у этого не дертальца крафт идеален для воздушных боев. И они сами лично были понятыми того, как на нем набивали по 300 тысяч демеджа в батлмонде. Мне вообще весь крафт в катку вытягивал. Спешу вас огорчить. Нынче, летая на абсолютно любом дерьме, можно нагнуть. Это нынешняя сурция робокрафта. То, что у вас получилось набить много очков, ни разу не показатель вашего скилла. Это показатель того, с какими раковинами вы пришлось сражаться, и то, что у них конструкция более враговая. Ваш скил покажет только ваш крафт, и то, как вы с ним обращаетесь. То есть, я имею ввиду, что если у вас хороший крафт, но он заточен под ваши руки, то и скилл ваш будет расти по экспоненте. А чтобы сделать хороший крафт, и главное, удобный, нужен скилл и знание. Исключение можно сделать только для декорщика. И то, сейчас мехи с кровати могут быть вполне свертачащими, и иметь просто шикарный внешний вид. Например, вот недавно мной виден мех Григер Беста. Селил меня надежно то, что для этой игры еще не все подселено, и она все еще не полностью точно под идиотов и аутистов. Возвращаемся к нашему барану. Разберем этот крафт по частям, выделим его лучшие качества, опишем всех лучшие стороны, выдадим советы по улучшению, и, естественно, выставить диагноз нашему пациенту. Решим, что нам делать с ним дальше. И да, чтобы вам не было уныло в пятницу в один тоже скиншот, я буду собирать такой же крафт и себе. Естественно, в рабошопе его найти не удалось, так что, как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Из хорошего на этом крафта можно выразить сплиты, которые до сих пор неплохо останавливают рейлу. Пусть я, отлетаю в такой термации, после каждой твички забрасываю воров в кубок. Элькрафт летает. Еще бы. Вес топ-поди в этом крафте немного, да и крылька сможет тут стоит еще и гелий. В нем используется сетап плазмо-СМГ, что на данный момент, по моему мнению, является близким к взялым вариантом для самолетов. И все. Хорошее на этом заканчивается. Теперь, давайте-ка наденем латексные перчаточки и взглянем, почему же этот крафт так плох? Что же мешает ему существовать в нашем гармонично развитом обществе? Кстати, построив свое чудо закончено. Надо будет сгонять в практику, ибо мне самое интересное, как оно вообще заинфиленную часть от земли отрывает. Естественно, я не видел, какие щиты стоят у нашего пациента на днище. Плюс я не люблю, когда цепу не забито полностью, поэтому я внес некоторые изменения в эту гениальную конструкцию, добавив щиты под днище. Больше щитов, богу щитов! Удивительно! Но это недоразумение оторвалось от земли более-менее бодро. А теперь начнем с простого. Сами ответить на простой вопрос. На кой ляд ему сдались «Илки» и «Рейл». Хм, тоже задумались. Вскрываем и посмотрим. Рельса. Долбанный, мать его, за ногу «Рейлган». На самолете. Их еще всего два штуки. То есть, какая стрелять уже почти минимально возможна. Наверное, чувак хотел из него стрелять с другим самолетиком. Прикольно, правда? При том, что у него есть СМГ. Если можно сказать вам «Рейлган, ба, норм, пусть будет, пусть летает». Ага. Подумаешь лишний трат к цепу и общая бесполезность оружия, ввиду отсутствие сведения. В результате чего попадание в таких ситуациях, судя по всему, вычисляется методом корейского рандома. Теперь о «Хилке». «Хилке» на самолетах. Это как плазма на гуслях. Ну или собаковское копье в новой мете. Хотя и в старой, в принципе, тоже. Столь же бесполезно и уныло, насколько это возможно. Кроме того, он все равно не сможет хилять нормально. Из-за закрепленных пушек сбоку, луч, который прикрывается корпусом 7% времени, и самого факта, что это гребаный мать его самолет, который даже завис на толком не может. А хилять других леталок – дело безблагодатное. Таким образом, такой же вывод, что и для рывы. Не нужно. Слово вообще. А теперь давайте-ка пройдемся по мелочам. Наличие гея на самолете. Абсурд. Снижение маневренности и непонятно зачем впершееся зависание с поднятым носом. Отсутствие маневровых трассеров. Отсутствие трассеров-тангажа, которые поискорили подъем. Неравноверность при этой тяге и неправильно развернутой крылья, из-за которой как раз и приходится использовать долбанные куски гелия. Все это приводит к тому, что приходится громадить в костыль один на другой. Ну и самое очевидное. Где броня, Карл? Где броня? Где вот такая вот кубическая хрень, которая обычно ложится вокруг крыльев и важных частей? М? Не ты говоришь? Что? Не нужно, говоришь. А ты в курсе, чтобы в мое время было принято броню вытанковать, а не пустым пространством в твоей черепной коробке? И раз чудесное сочетание слов «мне так удобно», в личном обществе вообще произносить не принято. Ну а теперь я предлагаю слетать в бой на этом разчудесном обращении эры Палеолита. Так, наконец-то я смогу зайти в бой. Ну вы же знаете эти очереди. И что мы видим? Мы видим, что кто-то тоже вот вечерний ватшот снимает. Тоже, наверное, записи чего включил. Пойдем рассмотрим подробнее, а вдруг на Трифорс какой-то есть. Эй, слышь, мужик, Трифорс есть, а если найду? Походу нет. Ну, мои союзники меня впечатляют. Хотя все же лучше, чем ничего. Хотя, думаю, они обо мне так же думают. Так, делать тут нечего. Ой, тут походу совсем нечего делать. Мегабет, привет. Привет, самолетик. Пока. Видим еще один набратьщик. Истинной школы маршрута строя. Субтитут у него хвостовое оперение отпало. Сделали вывод, что Трифорс уже был. На самом деле нет. О, и наблюдаем наше любимое лапинство. Рейлу. Наверное, расчехлив с одной рукой, весьма удобно было тут сидеть. Доказывание, что они прятны дрова. Также видим работу Трифорса на этом шикарном самолетике. После стычки рылы, потеряв площадка. А, вот и он. А, кровать, которая была в туннеле. Ну, окей. Пинаем. Кстати, у нас слился только один союзник, прошу заметить. И это был как раз, вроде бы, тот ваншот. Развеселый. И что мы видим? ПД может быть в топе, и какого-то хрена по очкам нет. Не знаю, что тот чувак делал, чтобы заработать плюс 50 очков. Но, несколько обидно. Тем не менее, у меня фрагов больше, домашки больше, что доказывает, что я истинная имба и таща. Угу. Все это, знаете, как сделан кратенький вывод? Ммм, наверное, крафт имба. Наверное, конструкция хорошая. Угу. Определенно. Может, улучшения какие-то секретные вез? Там в кубике невидимый вокруг корпуса налепил. Определенно. Определенно это так. Можете верить в это. Хотя, на самом деле, правда, жуткая древо. И я втащу лишь потому, что вообще деможи не получал. И потому, что у меня руки из плеч растут, а не как у некоторых. Вообще, лично мое мнение таково. Летать на маршрутах мог позволить себе только очень сильно скучающие, профессиональные игроки. Ибо если посадить рядового нуба на подобный крафт, то он просто сольется. И вообще никакой пользы команде не принесет. То есть, это будет, грубо говоря, минус 1-кирок в вашей команде. А если это будет плату арена или, не дай бог, лиги, то это вообще кошмар. Этот человек будет просто летать, сливаться и прокачивать флажек врагов. То есть, это даже хуже, чем лидер. Вот, думайте сами. Стоит вам летать на потом увидеть техники или нет? Ибо если вы не сможете ничего на них сделать, то, соответственно, и польза у вас никакой вы бесполезны. Подождите-ка. Возможно, раньше строили лучше. Марк же у нас сейчас сделает игру для детей, которые писать даже не умеет. Правда ведь? Единственное, выгодно иметь свои реконсингенты, которые даже написать не способны о том, что что-то с игрой не так. Вот раньше-то лучше строили, а? Давайте взглянем. Давайте посмотрим вот на него, на него. И вот на них вот этих вот обоих взглянем. Замечательно, не правда ли? О, и его идеально будет. Вам конструкция ничего не напоминает? Как по мне, тут только келья и крылышек страсти не хватает, и все. А так вполне символярно пособие. Ни три форса, ни совести. Если уж вам так охота, сделать себе крышу или нищий сплит, то у меня есть для вас готовое пособие. Делать как я. Допустим, я выбрал крышу из лотопов плит. Допустим, я хочу установить туда пласт. Я долго ее порно буду подбирать лучшее расположение плит, и в итоге приду к законченному варианту. Его вы можете взять, скопировать и установить на днище на комнате своих самолетов. Вам, в принципе, он может подойти, как стартовый вариант. Позже вы научитесь строить лучше. Этим же видео я вам показал то, как лучше не встроить. Если вы вообще настроены на самое совершенствование в этой игре. На этом все. Всем всего. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментах предложения получения рубрики, и хотите ли вы вбить подобный веб-материал вообще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова